пора начинать орех ты скучал по нашей рубрике вопрос ореху бесконечно скучал безостановочно я подготовила тебе тут несколько вопросиков самых интересных самых животрепещущих и начнем мы вот с какого как ты смотришь на то чтобы ввести в html5 клиент возможность сохранять логины и пароли для быстрой смены аккаунта как это было во flash версии игры вопрос у нас на флэше действительно была возможность выбрать несколько ников и к ним запоминались пароли почему мы не стали это делать сразу очень мы пятом потому что вы чтим и пятом в браузере за это отвечает встроенная в chrome например система или в любой другой браузер система по сохранению ваших собственных логинов и паролей и мы посчитали что это в принципе будет достаточно разумеется для игроков которые играют в клиенте такой функции нету и да для нее хотелось бы это сделать но тут появилась проблема с нашими будущими планами как вы знаете у нас например на партнерских платформах например steam невозможно заводить несколько аккаунтов сразу вы используете только один аккаунт и эта проблема потому что в игре все привыкли иметь там больше одного мульта решение этой проблемы для нас выглядит так что ты регистрируешься в игру один раз но на этой регистрации можешь выбирать несколько своих аккаунтов ну вы знаете как в rpg играх ролевых вы можете создать несколько персонажей между ними переключаться мы хотели бы сделать такую же штуку а понятное дело когда она появится механизм по выбору своего никнейма с записыванием будет ну как бы излишне именно поэтому мы сейчас его не делаем будут ли новые подарки например анимированные новые подарки будут когда мы вернем старые подарки вы про этот вопрос в лице у нас уже спрашивали мы думаем над тем что их нужно вернуть это очень классная социальная фишечка и добавить анимированные было бы действительно очень классно ну разумеется в качестве платных потому что иначе зачем они должны чем-то особенно классно выделяться девочкам будет особенно приятно да и девочки записываемся на ноготочки едем дальше что будет с текстурами м0 м1 и м2 модификации всех пушек и корпусов будут ли они в дальнейшем добавлены в список скинов как например легоси мне вот нравится внешний вид всех модификаций м2 есть ли шанс увидеть их в игре снова некоторый шанс есть их увидеть но нужно понимать что сейчас когда мы обновляем скины на новой hd скины мы немножко изменяем как скины действует вообще вы например можете заметить самое элементарное различие в на старых скинах краски выглядят несколько иначе чем на новых поэтому если мы и будем возвращать скины старых модификаций то это будет сделано ну давайте так не в этом году и эти скины будут уже адаптированы под нашу новую систему вы сможете каким-то образом получить наверное через какие-нибудь какой-нибудь интересный ивент где нужно будет очень хорошо поиграть или купить напрямую кому будет как интересно но еще раз повторю точно не в этом году про чьих-то любимчиков опять будет ли возвращена карта ford nox и если да то когда она была очень популярна и любима многими игроками насколько мне известно карта ford nox не удалена из игры и и разве что нету в активном боевом матчмейкинге а нету ее там по довольно простой причине эта карта она тогда давным-давно с теми скоростями танков было очень даже комфортно я тоже я помню потому что я на ней начинал играть в танки сейчас же эту карту ну с некоторой вероятностью можно прыжком перелететь даже не обязательно на хопере как мне кажется а для других танков там будет просто очень очень тесно ну и понимаете нашу дилемму если ее адаптировать то многие нам скажут что это уже не тот самый ford nox а если мы ее просто так выкатим на ней просто будет неудобно играть но в про битвах вы все еще можете на этой карте поиграть сколько я знаю что насчет физических моделей пуши как это было сделано в танках x это помогло бы избежать частого переворачивания ну да я помню как это было сделано в танках x там действительно когда танк падал на башню как бы в башне был была физическая геометрия и танк не мог ровно на ней лежать но сразу же вопрос а зачем чтобы танки меньше переворачивались я имею ввиду зачем чтобы танки меньше переворачивались у нас игра про физику и очень важно уметь управлять своим танком неудачно не справился с управлением упал с обрыва перевернулся ну и взорвался от самоуничтожения эта часть скилла в нашей игре танки x был немножко другой проект ориентирован на другие цели там команда решила что так будет лучше для нашей игры я не уверен что это хорошее решение пусть танки продолжают лежать пузиком вверх музыки следующий вопрос прочитаю с выражением орех почему-то так часто делаешь большое обновление ты часто добавляешь что-то новое в ультра контейнеры что обычно меняет игру или нарушает баланс более того все так быстро и часто меняется что сложно разбираться в игре и быть в курсе всех обновлений понимаю смотрите мы очень много работали с обновлением с добавлением контента и мы искали ну что называется золотую середину между скоростью его производства и тем как быстро вы от него устаете или как быстро он вам надоедает судя по тому с каким интересом вы собираете ультра контейнеры и получаете из них новое устройство вам это как раз интересно и мы сейчас вышли на скорость ну примерно несколько устройств в месяц получается иногда плюс одна пушка на корпус и это позволяет поддерживать интерес ваш интерес игре в том числе мы это видим именно поэтому мы не собираемся замедляться с этой скоростью нам наоборот кажется что она оптимальная то что при этом постоянно изменяется баланс постоянно нужно переизучать игру в этом то и есть как раз интерес я понимаю что некоторым нравится выбрать одно вооружение играть на нем 10 лет но к сожалению большинство игроков хочет каждый месяц каждую неделю иногда даже каждый день пробовать что-то новое будет ли добавлен скин демоник для других пушек скин демоник сейчас он есть только у огнемета и если мы будем добавлять его для других пушек то мы точно будем делать уже его hd версию а будем ли мы добавлять скины в стиле демоник или в каком-то другом интересном стиле да я думаю будем философский вопрос мой вопрос когда разработка танков прекратится и проект станет завершенным сейчас вы каждый месяц обновляете игру но должен же наступить момент когда проект достигнет финальной версии многие современные игры выпускают обновление раз в месяц и реже а сами обновления не меняют игру так сильно на мой взгляд танки были завершены еще несколько лет назад так вот мой вопрос когда мы сможем увидеть финальную версию танков онлайн ну финальная версия танков онлайн тогда танки онлайн закроются поэтому она и будет финальной а что касается других проектов вы знаете большинство других проектов до 10 лет никогда не доживает они пытаются вывести пару обновлений а потом поспешно закрываются наверное это как-то связано с тем что обновление как раз не меняют сильную игру не позволяют ей быть в трендах и не выводят интересное вооружение например поэтому говорить о том что игра станет когда-то в завершенной форме я не могу я понимаю почему здесь говорится про десятый год десятый год это как раз тот год когда разработка танков онлайн как бы закончилась и разработчики занялись танками 2.0 где должно было быть развитие а танки онлайн должны были тогда ну завершиться как вы видите ситуация изменилась с тех пор танки продолжили свою жизнь и пока танки живы и пока free-to-play проект G он будет продолжать развиваться дальше вопрос чьей-то боли видимо когда будет фикс пробитие рельсы этот механизм работает неправильно уже очень долго когда пытаешься выстрелить больше чем один танк снаряд как будто пытается избежать попадания в нескольких противников а вдобавок бак с нулевым уроном который очень раздражает во многих многих ситуациях раньше ты не происходила во флэш версии игры так почему же это происходит в html5 так давайте да поговорим про нулевой урон и откуда он берется и почему действительно раньше вы не было а сейчас он в html5 версии появился это на самом деле не связано именно с html5 версии это скорее связано с скинами которые у нас появляются новыми и с большим количеством нюансов с античитом в основном нулевой урон возникает когда античит говорит тебе что ты ведешь какой-то странный огонь который ему не нравится если вы помните что-то про то как работают у нас античиты то вы знаете что они не на клиенте а на сервере то есть клиент говорит что он делает а сервер это как бы перепроверяет и если все окей он урон засчитывает и дальше начинается веселая техномагия давайте я вам попытаюсь ее рассказать и так для начала как у нас работает протокол связи он отправляет позицию из которой ты выстрелил на сервер чтоб сервер ее проверил у этой позиции со временем стало не хватать точности но вы знаете у нас появились снаряды которые летят со времени у нас танки стали иногда выдвигаться быстрее например благодаря дрону кризис и позиции стало не доставать мы в ближайшем обновлении а наверное уже сейчас когда видеоблог вышел вопрос ответ извините мы это уже поправим и точность увеличим но это еще не все потому что если все так просто решалось было бы очень просто дальше мы идем в вопрос что именно происходит с координатами вот смотрите танк у вас на клиенте движется интерполировано ну то есть плавно он плавно перемещается они перемещаются рывками сервер при этом же проверяет его позицию дискретно то есть по сути танк на сервере двигается рывками и как раз из-за расхождения этой позиции этих позиций на сервере на клиенте античит иногда мог ругаться в каких случаях когда пушка стреляет она отправляет свои текущие координаты и координаты точки попадания и представьте себе если и интерполирован двигающийся танк выстрел не в тех координатах в которых проверяет сервер и ну допустим вот точка проверки точка проверки и вот такой допуск античита а выстрелили вы здесь что сделает античит вы в допуске не попадаете вы выстрелите из странных координат урон 0 сложно да давайте пойдем дальше потому что это не все дальше про новые скины hd не hd скины у них оказалась такая супер специфичная проблема это . мазал point откуда вылетает снаряд у новых скинов эта точка несколько смещена ну чтобы лучше соответствовать новому внешнему виду как оказалось сервер не берет эту точку с текущего скина пушки он берет из дефолтного скина пушки а дефолтный скин как вы знаете тоже поменялся например на некоторых пушках это все еще м3 она некоторых уже новый скин и вот эта позиция как раз смещается достаточно чтобы например на пушке рельса на ней чаще всего это происходит эти координаты разошлись а если вы помните у нас есть один скин на пушку рельса который удлиняет ваш ствол ну и представьте себе насколько там сильно расходятся координаты именно поэтому пробить иногда не работает а урон в том числе не наносится даже когда увидите что снаряд прошел мы это тоже собираемся исправить фиксом для всех точек выстрелов но и это еще не все как короче дальше вообще техномагия смотри снаряд спешит на один кадр он кидает рейкаст на кадр вперед если там что-то было то говорит что попал но из-за этого снаряд может пролететь ноль времени какое-то расстояние допустим когда вы стреляете в упор ну получается он как бы на кадр вперед проверил там во что-то попал и говорит я уже туда улетел но я на самом деле еще не прошел никакого расстояния течит такой я тебя на ноль должен поделить вот тебе и ноль урона получается или например смока прилетела ближе к началу дискретного участка то античит не ругается если ближе к концу дискретного участка то отправляет координаты попадания то античит считал слишком большое расхождение и в итоге банил но это смока а представьте себе дальше артиллерия артиллерия вообще интересная штуковина она как бы отправляет координаты точки траектории попадания да но при этом он не отправляет конкретную точку попадания по этой траектории в итоге античит может как бы он проверяет эти координаты точки но если попадание оказалось между координатами он опять видишь градианты расходятся и в итоге засчитывает ноль урона но при этом почему это произошло раньше не было магнум был специфично настроен потому что вот эта система которую описал начала ломаться до магнума на меня сейчас надо очень сильно зумить потому что это продолжается очень долго и магнум короче был специально поломан когда его делали чтобы он в этой новой системе мог нормально попадать вещи например поэтому увидишь что прилетающий мимо снаряд магнума почему-то вас задевает а у него большие допуски чтобы нормально работать в этой системе и теперь когда мы начали исправлять всю предыдущую систему подгонять допуски чинить и дичит и ремонтировать вот эту дискретную аномалию оказалось что магнум теперь нормально не может попадать в цели и черт возьми мы попытались уменьшить это расстояние она перестала работать и а еще у нас есть страйкер у страйкера снаряд вот такены и вы если вы стреляете в упор в цель снаряд оказывается на несколько сантиметров дальше чем точка выстрела и античит говорит что ты опять ну короче вот так мы скоро это починим еще сервер он же он же проверяет координаты через промежутки времени если снаряд попадает во время этой проверки тонкой бы проверяя прошедшую дистанцию опять же 0 и античит но это только если ты попал в миллисекунду такой же бывает все кроков в разное время летят на клиент и поэтому античит вот в танк перемещается у тебя далеко у него малые лаги начинаются как бы в него лаги большие то у него нет а он что должен видеть при этом что стоит мимо прилетел на урон-то с защитом потому что ты же в него попал